Привет, друзья! Меня зовут Олег Бакалов, и сегодня я хочу поговорить с вами о стихиях, о времени в эзотерике. Давайте начнем наш разговор со стихией, потому что стихии связаны со временем в эзотерической картине мира. В эзотерике мир разделяется на четыре качества. Можно сказать, что каждая стихия олицетворяет определенное свойство, определенное качество, представленное в нашем мире. Можно сказать, что каждый человек, каждое состояние — это определенная комбинация качеств стихий. Например, стихия огня. В эзотерике огонь олицетворяет количество энергии, то есть описывает, насколько энергетически яркий и насыщенный процесс. Вы можете прочувствовать стихию огня, всего лишь вспомнив два различных своих состояния. Например, когда вы были спокойны и когда вы были в состоянии какого-то аффекта или в состоянии яркой, неконтролируемой эмоции. То есть в этом состоянии мы всегда ощущаем больше драйва, но меньше его контролируем. С точки зрения времени стихия огня олицетворяет настоящий момент. Земля, стихия земли, олицетворяет структуру. То есть с точки зрения времени это, можно сказать, как некий отчет. То есть секунды, минуты, часы, годы. То есть структура времени. Можно сказать, что структура земли представлена всюду. То есть помимо физического мира, где мы понимаем, что есть множество структурных объектов, даже сам человек обладает качеством земли, то есть у человека есть структура, есть организм, органы, клеточки, все это работает в слаженной схеме. Стихия воды олицетворяет прошлое, описывая протяженность какого бы то ни было объекта или процесса в прошлое, то есть как этот объект развивался из прошлого в настоящий момент. Стихия воздуха олицетворяет будущее, олицетворяет расширение времени, то есть это значит, что с текущего момента, что будет происходить дальше, оно словно расфокусировано, оно словно размыто. Мы понимаем, что наше прошлое, оно уже структурировано, мы уже, можно сказать, время пропустили через мясорубку, и наше прошлое это вот та линия, по которой мы прошли, та траектория. Стихия воды, наша протяженность из прошлого в настоящее, а стихия воздуха расширения времени, то есть с текущего момента дальше может быть много разных вариантов развития событий, может что-то поменяться, то есть можно сказать, что с точки зрения стихий воздух наполнен хаосом. Что же нам дает понимание и умение практиковать различные стихийные сдвиги? Да, кстати, почему сдвиги? Эзотерики мы называем это сдвиг по какой-то стихии, например, сдвиг по воде, сдвиг в прошлое, когда мы свое сознание настраиваем на работу с прошлым. В этом состоянии нам очень трудно смотреть в будущее, словно некая стена мешает нам даже посмотреть, что будет дальше. Когда мы находимся в сдвиге по воде, в сдвиге в прошлое, будущее для нас словно отсутствует, нам даже сложно подумать о том, а что я буду делать завтра, словно мы утыкаемся в какую-то внутреннюю стену. В то же время, когда мы сдвигаемся в воздух, сдвигаемся в хаос, в многовариантность, мы словно отделяемся от своего прошлого, мы перестаем его чувствовать как свою протяженность. И попытки что-то вспомнить в состоянии сдвига по воздуху всегда утыкаются на такую же стену, только в сторону прошлого. Нам сложно как будто бы просто не получается вспомнить, что же там было, словно наше сознание просто в ту сторону не вытянуто, не протянуто. И соответственно с точки зрения эзотерических практик, умение настраивать себя на различные стихийные сдвиги позволяет нам регулировать свое собственное состояние. Если нам требуется, например, поработать со своим прошлым, например, сделать перепросмотр или вспомнить какое-то событие из нашего былого, то сдвиг по воде помогает нам в этом. То есть когда мы сдвигаем сознание в сторону прошлого, нам очень легко вспомнить. Бывает, что всплывают даже какие-то забытые старые воспоминания из раннего детства. Потому что в этом состоянии мы как раз в эту сторону вытянуты. При сдвиге по воде нам проще работать с прошлым. Вплоть до того, что мы можем погрузиться в какие-то прошедшие события нашей жизни и перепрожить их несколько иначе внутри себя, изменив свое состояние в текущем. При сдвиге в воздух, при сдвиге в сторону хаоса, много вариантности, мы получаем возможность чувствовать дальнейшее развитие событий. Мы словно находимся одной ногой в неопределенном будущем. Это позволяет нам чувствовать варианты развития событий. Это позволяет нам воспринимать эти варианты и оценивать их, какой из них наиболее вероятный, какой из них наиболее, почти тяжелый, насколько более реальный этот вариант. Соответственно, мы имеем возможность увидеть в наиболее вероятный сценарий развития событий в нашей жизни или в какой-то ситуации, которая нас интересует. Также сдвиг в сторону воздуха, сдвиг в сторону хаоса помогает нам развить предчувствие. Предчувствие — это не ощущение, что вот что-то произойдет и вот что-то конкретное. Предчувствие — это как стволовые клетки чувств. Из предчувствия можно развить любое чувство, то есть любое состояние. Это дает нам возможность направлять предчувствие. То есть мы предчувствуем как некий импульс, как некое событие, и мы этот импульс уже направляем в нужное нам русло. Это один из способов, как работать с вероятностями, как направлять события в нужную нам сторону. Точно также сдвиг в воздух позволяет нам играться с этими вариантами, увидеть различные варианты развития событий, выбрать и запитать нужный нам вариант. То есть направить события в нужное нам русло. С точки зрения практик работы с будущим, важно помнить один очень простой нюанс, который стоит помнить, в общем-то, всегда, когда мы пытаемся изменить что-то в собственной жизни с помощью эзотерических практик. Ну, по большому счету, наверное, это правило, можно сказать, относится ко всему происходящему, а не только к эзотерическим практикам. И можно сформулировать его таким образом, что нет никакой нужды влиять на текущий момент, на то, что уже наступило. Не нужно пытаться это изменить. Это уже случилось, это уже стало нашим прошлым. Всегда воздействовать или рулить ситуацией нужно с тем, что еще не произошло. То есть исправлять то, что еще не наступило. Направлять это, а не пытаться исправить то, что уже случилось. Практики стихий открывают возможность работать со временем в эзотерике и дают возможность в том числе менять свои состояния по своему усмотрению. Мы вкрасы поговорили с вами о том, что такое стихии, как они связаны со временем. Конечно же, с точки зрения практики, это бесконечное погружение в интересные миры различных стихий, познание времени, его устройства и то, как человек во времени существует. Я желаю вам продолжить ваши практики, продолжить изучение эзотерики и до встречи на Арканум ТВ.